Добрый день, вечер точнее уважаемые читатели газеты город Никополь, добрый вечер никопольчане, погровчане, маргаринчане, как и каждую субботу, если есть свет и интернет, субъективно с Виктором Артеменко. Сначала давайте глянем, как идет эфир, как звук, кто-нибудь напишите. Звук видео вроде бы нормального. С чего я хочу начать сегодня? Чтобы не забыть, как в прошлый раз, вот на сайте газеты город Никополь, есть такой призыв о помощи ребенку. Очень тяжелая болезнь у Ромы маленького. Мать просит помочь. Пожалуйста, зайдите на сайт газеты город Никополь. Там есть подробный материал, реквизиты есть. И хочу заметить, что я очень нередко размещаю на своих ресурсах подобные материалы, только после проверки, после полной проверки. Поэтому, у кого есть возможность, обратите внимание, я думаю, всем зачтется. Так, дальше. Что у нас по плану? Значит, даже знаете, не знаю, с чего начать. Вот был материал. Да, вот еще. Это фейсбук группа. Господа водители, у детворы начинается самокатный велосипедный сезон. Пожалуйста, сбавляйте скорость, въезжая во двор. Это очень большая просьба. Потому что я не знаю, как кто, но я обычно очень осторожный. Как пешеход, как водитель. И то бывают разные казусы. Бывает, не увидишь того ребенка, который выскочит откуда-то с этим мячиком или еще зачем. А вот эти вот, особенно, кто помоложе, то есть и моего возраста. Въезжая во двор, он летает. Чему, я понять не могу. Можете просто одно. Покалечить чью-то жизнь или отобрать. И это будет один раз. И все. Поэтому просто как бы задумайтесь. Да, еще хотел такое сказать. Вот на днях переходил я лично пешеходный переход возле Влади. И создал аварийную ситуацию. Переходил он на красный свет по просьбе сотрудницы. Которая сказала, давай быстрее пока красный. И вот в таком возрасте я... Там много машин сигналили. Я вот так вот извиняюсь еще раз. Ну, в итоге позвонили, сказали, что выложим в фейсбук. Я сказал, что и мне ссылочку, но в фейсбуке я не видел. Хотя бы тоже посмотрел. В итоге подвезли меня до редакции. Но это я к чему? Это я к тому, что и на такого осторожного. И, ну вот я считаю себя осторожным, да. Как ведитель, как пешеходный, что-то находит. Понимаете? Бывает. И вот такая вот ситуация. Поэтому давайте просто уважать друг друга. Вот недавно был материал, значит, касаемо, почему, как у нас тут анонсировано, почему казнократы так боятся общественности. Ну, я уже несколько раз говорил, что я не понимаю, почему они не могут как бы осознать то, что все меняется и не будет так, как они хотят. И не может общественный совет быть подконтрольным тем же депутатам. И нравится он им или не нравится. Мне тоже не нравятся многие депутаты там или управление городом. Думаю, как и большинству некопольчан. Но мы высказываем свое все, но мы как бы с этим живем. Вот. Значит, было заседанием... Домкрат для Фисака интересный материал. Была согласована дата и время проведения общественных слушаний. Значит, я вам скажу еще что. Вот на эту сессию получается... Помните, на прошлой сессии было вынесено с голоса вопрос о том, чтобы утвердить громадский общественный совет полным составом, так как и должно быть, а не так, как они сделали. Очень активно те, которые вообще против общественного совета, были за то, чтобы его вынести на рассмотрение на прошлой сессии. Не прошло даже оно о внесении в повестку дня. Мы об этом уже говорили. Но почему-то на следующую сессию, которая будет в понедельник, этот вопрос даже не вынесен. То есть он, Андрей Петрович Фисак, ну не рискует уже, да. Он, понимаете, перед тем, как выносить этот вопрос, это должно пройти некоторый этап. То есть это должны пройти слушания общественные там и так далее, и тому подобное. То есть они хотели вынести его и зарубить, так как не были проведены слушания. Вот, значит, согласована дата и время проведения общественных слушаний касаемо этих советов. Это на 19, по-моему, да, на 19 апреля. Ну, принял мэр, не принял, я этого еще не знаю. То есть материал, посмотрите, есть, значит, да, такой. И почему-то на этой сессии он уже не рискнул, да, я уже говорил. Дальше. Очень интересный материал, на котором бы хотелось... Вот еще что хотел сказать. Парахабот и фисакаботы в бан. Пожалуйста, если у вас внутри нету, ну, ни грамма самоуважения, понимаете, ну, меня ничего не обязывает вычитывать вот этот шмурдяк, который пишут люди под чужими никами. Я всегда презирал анонимность. Если ты боишься сказать открыто, сопив две дырочки, ты для того и создан. Хочешь сказать, говори открыто, все. Не, они создают себе кучу аккаунтов, сами с собой разговаривают. Я сейчас приведу примеры тоже. Поэтому я предупреждаю, что и на сайте, и на других ресурсах, и в фейсбуке буду удалять просто без предупреждения, без всякого. Если я вижу, что этот человек какой-то левый, я буду просто его убирать. Вот, меня очень, если вы помните, я всегда хвалил, как бы, организацию такую прессист. В последнее время я смотрю, вот, они просто публикуют материалы, целые материалы, вот такие опусы, вот, от Васи, там, от Саши, там, от кого угодно, но под другими какими-то никами, от Вадима, там, все, но под другими какими-то никами, значит, и от несуществующих людей полностью материал, который, если бы, вот, знаете, как бот разместил, какое небо голубое, ну, куда ни шло. Но когда он расставляет акценты, кто есть кто в этой жизни, да, и сам скрывает свое имя, я считаю, что администрации группы к прессист нужно обратить внимание и просто не допускать ответить тому человеку, что или ты подписывайся, там, Александр Рыбаков, там, Василий Архипов, там, Вадим Колесник, там, ну, я же не знаю, кто именно. Вот. Или просто не будем публиковать такие материалы. Меня ничего там не затрагивает, просто, ну, хотелось бы видеть вот так, чтобы было. Как минимум у нас в группе так. Вот еще не знаю, плакать или смеяться, но тогда снизил цену для населения аж на 17 копеек. Ну, вот действительно, не знаю, плакать или смеяться. Это про турникет, который поставят, будут там карточки какие-то, кто свои люди будут проходить, а простая бабушка, она уже не пройдет. Или там какой-либо активист, ну, мало того, что там камеры все высока выведены, да, не дай бог же, что пройдет. У него в город ни одна камера в кабинете так, наверное, и не смотрит, а все смотрят на то, чтобы только никто к нему не проник. Вот. Ну, поставят еще и турникет за наши деньги. Вот. Значит, был депутатский день в пятницу. Это перед каждой сессией проводится депутатский день, где более глубоко обсуждаются вопросы, которые будут выноситься на решение сессии, да. И там можете посмотреть, значит, получается так, 38 минут. Вообще депутатский день длился там час с чем-то, да. Но на 38-й минуте как раз, знаете, как делается? Вот все в пакете или все под шумок опять вносится, значит, хотели провести решение о том, чтобы дать возможность продать землю Академии юридической на проспекте Трубников, которую хотят приобрести наш город, хочет приобрести за 4 миллиона гривен. Ну, без земли ж ты живешь, не купишь, не продашь. Вот они это поняли и решили провести в земельном вопросе. Кстати, там в распорядке сессии точно так же. Тому дать какое-то разрешение какому-то предпринимателю, это в порядке Денном, да. Тому, значит, выдать материальную помощь, там, ну, все вроде так красиво, да, смотрится. А вот оно на их сайте. А вот про урегулирование земельных видносов. То есть, ну, скорее всего, они опять захотят вот это вот внести. И я написал материал, значит, о том, что я не понимаю, зачем. Во-первых, такая спешка. Там должно пройти несколько процедур. Очень длительная процедура. А у нас все бегом-бегом. И все куда-то прячется в какие-то, маскируется. То есть, это не выносится отдельно, да. Это уже наталкивает на какие-то мысли. Вот. Значит, получается, что до 38-й минуты обсуждают всякое разное, всякое разное. А потом тихонечко хотят опять вставить этот же вопрос. Александр Саюк не дает, как бы, вот 42 минуты всего. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . . . . . . Спасибо. . 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 Пока не отремонтируете то здание. А остальные деньги сделайте, доведите до ума стадион. Это если бы хозяин был. А у нас что? Знаете, была в свое время эпопея продаж. Продавали за даром, имея верх. Теперь эпопея покупки. Тоже покупаем дорого, ненужное. Понимаете? Со своеобразным откатом. Я стол в гору даю, что здесь... Ну, смотрите, со стадиона сколько может быть откат Андрею Петровичу? Сколько? Ну, пускай 100-200 тысяч. Сейчас сколько? Примерно лямчик, короче. Вот он почему так и борется. А это наши деньги, что некуда их девать. И вот это я написал и поставил этот материал у себя на сайте. И в газете город Никополь акцентировал, точнее не акцентировал, а немножечко уделил внимание офицеру партии регионов, боевому офицеру. Их боеспособность он свою подтверждает, боевому офицеру партии регионов Рыбакову в том, что на протяжении всего депутатского дня он проявлял необыяку активность. То есть, везде, в каждом практически вопросе он хорошо владеет ситуацией и просил то ли разъяснить, то ли еще не кричит активность. В этом вопросе активности нет. На что Рыбаков в фейсбуке, материал и в фейсбуке был, вот хоть тут и написано, что Владимир Боровский, но он сразу начал отвлекать от темы, тема-то не про того, кто был в партии регионов, кого не было. Он начал отвлекать от темы, говорить, что там и тот, и тот, и тот, под этим ником он начал говорить, значит, что и тот был, а потом начал уже оправдываться, что Таня Саюка там не было, короче. Ну, в таком вот, боже мой, ну вот, а я в конце написал, что тема-то не о регионах, кто у них был, а кто не был. Это так, к слову, понимаете, то есть это хороший технолог, он просто-напросто увел от самой темы путем нескольких аккаунтов, да, увел от самой темы, сам с собой разговаривая, нужно ли это здание вообще его покупать. В чем необходимость? Лишние деньги? Я вам найду, куда деньги? Перечислите тому ребенку, что я вначале. Все будут за. Уже все равно их в город не увидит никто. Вот. Ну, знаете, еще, он, Александр Михайлович, обижается, расставляет акценты здесь, что те, кто был в регионах, они, значит, все равно голосовали так-так. Вот те, кто, кого вы перечисляли, да, большинство, они как ни при регионах не крали, ни при токаре не крали. Понимаете? И они не бегают вот так вот по три штуки, там, за життя, громадская сила, БПП, блин, понимаешь, они остаются как и есть. И я так понимаю, что звание-то вас никто не лишал. Вот набирайте в гугле, вот кому интересно, да, если набирайте в гугле «Хэлло», да, через «У», да, то вылезет Путин. Да, вот так же самое наберите в гугле «Боевой офицер партии региона» в Никополь, да, и вот выходит, ну, не без моей помощи, понятное дело, выходит вот такое видео, где Александр Михайлович, может, просто кто-то не видел и думает, что я наговариваю. Вот он говорит, кто он есть. Я боевой офицер партии региона. Это дальше он подтверждает свои боеспособности. Кстати, по какой-то причине это дело по стрельбе на сессии, опять же, заглохло, и оно не движется никуда. Наталкивает на мысль о том, что, может быть, заявление забрали? Вот тот, кто называет себя националистом, на которого был направлен пистолет, походу забрал заявление. И еще, значит, что хотел бы сказать про выборы, которые проводились вот на прошлой неделе. Есть наблюдательные комиссии. Эти наблюдательные комиссии вообще кто-то обучает, вот что они должны, какая цель у них, функции, для чего это все. Да, вот приведу пример. На одном избирательном участке, значит, женщина с сыном, сын несовершеннолетний, но такой уже выше мамы. Вот, 14 лет ему, да, и, значит, понимаете, как было раньше? Раньше, когда он был поменьше, это 5 лет назад, да, и до того, они всегда заходили в кабинку вместе, правильно? Вот, для чего это воспитание ребенка, не своеобразное, а такое вот воспитание ребенка проходит, что, ну, чтобы и он чувствовал свою значимость. Вот, вот, следующие выборы он уже сам будет голосовать, да, сейчас они с мамой обсуждают, ехали, спорили за кого кто, кто там за Кашулинского, кто за Белецкого, к примеру, да. И в конце уже, значит, когда прибыли на избирательный, да, было такое неправильно, они хотели зайти в кабинку вдвоем, да. Ну, тут же наблюдательная комиссия вот эта, там, запротестовали все, вот, все правильно здесь, возможно. Хотя, ну, чтобы они там двух нарисовали или, ну, к чему это, ну, ладно, в кабинку должен заходить один. Я бы по себе, вообще, по желанию заходить или не заходить, да, тайное голосование, но мне скрывать нечего. Я голосовал за Кашулинского Руслана, понимаешь, я об этом заявляю и даже ни одной копейки ниоткуда не прилетело. Как чего вы боитесь, что там кто-то что-то сфотографирует, кто-то кого-то прокупил там и так далее. То есть, вы должны различать вот эти случаи дальше. В таком случае, так как у них был спор по этому вопросу, пока ехали, за кого голосовать, мать получила этот бюллетень вот такой вот, трехметровый, наверное, вот, и с сыном вот стоят, как бы просто его просматривают. Последняя, так как она сейчас зайдет сама в кабинку, и там где же ей ставить эту галочку. Тут вылетает возмущенный вот этот же национальный корпус, про которого я говорил, который забрал заявление. Ну, так чтобы вы понимали, там с национализмом ничего общего нету. Там чисто, вот, начинают они, эта комиссия, значит, что-то возмущаться, ну, из-за того, что мать с ребенком рассматривает бюллетень, да, это секретно что-то там. Хорошо, повозмущались, зашла, она проголосовала, но это пошло дальше. Они вызвали полицию, как нарушителя допрашивали, сами давали пока, вы больные или что? Да, это сотрудница нашей редакции, Оксана Зеленяк, которая вот модерирует там все, и, ну, поэтому, понятное дело, я буду заступаться, и не только поэтому, но просто вы как-то или понимаете свою, ну, зачем вы там сидите? Что тут такого, что ребенок с матерью посмотрели на этот список и решили все-таки за кого голосовать? Кстати, не зря я назвал фамилию Белецкий, но проголосовали они совсем из-за другого, ни за того, ни за того, вот так вот. Потому что после этого, то, что у вас там написано национальный корпус, я не знаю, что, откуда вы, ну, желание как бы отпадает, да, вот. То есть вы только вред приносите. Просто будьте как-то, я не знаю, то ли людьми какими-то, то ли, ну, спуститесь на землю. Ну, так, еще один вопрос, который поднимался, я сейчас поотвечаю, потом постараемся посмотреть на, если кто, да, кстати, можете же писать вопросы. Александр, какие объекты? А, это имеется в виду, да. Да, да, и что, вот почему сидя там, это касается объектов недвижимости, которые были приобретены или которые, значит, в бесхозном состоянии, где можно провести ремонт, то, о чем я говорил, да, это я так понял. А почему вот все депутаты, все, кроме, а сейчас скажут, что я защищаю Александра Саюка, да, ну, так оно и есть, все молчали. А потом еще некоторые и уводят просто от темы, ссылаясь на регионы. Знаете, вот эти уводы от тем, когда, почему не говорит на украинском, там, на украинском, там, почему с ошибками пишет, там еще, это все уводы от тем. И тут тоже увидел, что партия регионов, офицер, звание никто же не лишил. Какой вопрос я еще хотел, тот, который мне и звонили, и писали, и как проходит процесс страховки детей на лед, благотворительный фонд, ну, здесь пишут на шибко, то, 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 но это цирк должен гастролировать, он задержался у нас в городе. Я поясню, это кто у нас написал, Александра Новикова, да, отвлечемся от выборных дебатов, мы еще к выборам не подошли даже. Значит, что у нас по вот тем страховкам, которые, сколько там, 20 миллионов, да, выделялось, чтобы детей застраховать на год. Время идет, детки страховок не получили. Значит, ну, можно зайти на Прозоро, можно поверить мне на слово. Сейчас тендер в режиме спора. 9 апреля по этому спору будет принято решение. Значит, решение будет принято антимонопольным комитетом. Почему так произошло, значит, отдел образования, вот чьи ушки там торчат, да, отдел образования, который возглавляет Ольга Конек, отклонили всех участников по тендеру, всех. Ну, с чем связано, я не знаю. Вот. Те подали на антимонопольный комитет, и вот с этим вот затяжка. То есть, скорее всего, что страховка будет. Я еще постараюсь получить непосредственно от инициатора Андрея Петровича Шипко эксклюзивный комментарий, да, по этому вопросу. Ну, пока что вот так, дождемся 9 апреля. Что наталкивает, на какие мысли это все наталкивает, да? Не знаю только меня, а может и тех, кто внимательно следит за работой нашего серого дома, да. Все, от чего они не получат копейку, все это не пройдет. Понимаете? Вот здесь та же самая ситуация, я думаю. Просто-напросто такая же самая ситуация. Просто они увидели, что Ольга Васильевна увидела, что ничего оттуда не капнет. Значит, нужно всех отменить. Вот и все. Вот это вот мое, как бы, субъективное и не без оснований мнение. Так, что у нас еще было анонсировано? Так, немного о выборах. Давайте поговорим о выборах. Кто же все же смешнее? Ну, то, что произошло, как бы не было неожиданностью. Я в своей голове, да, как бы отрабатывал все варианты, всевозможные варианты. Но все равно я почему-то был более уверен, что будут два. Это Юлия Тимошенко и, возможно, Порошенко или Зеленский. Но я думал, что Тимошенко пройдет. Но она как бы не прошла. И меня удивляет их позиция. Понимаете? То есть, Юлия Владимировна заявляет с экрана телевизора, что там-то и там-то были нарушения, там-то и там-то было то-то-то и все. То есть, вопрос, возбуждены ли дела там по этим нарушениям? Где, что дальше, какое? Нет, ничего. И тут же она, и, кстати, ее, как правильно выразиться, чтобы никого не обидеть, значит, тоже агитирует практически, произнося, ну, не совсем законные слова, я так считаю, да, где она говорит о том, что не стоит идти на выборы. Ну, я лично из разговора понял так из интервью, что не за кого голосовать там и так далее. То есть, я считаю, это неправильно. Если вы думаете, вот вышли сейчас Порошенко и Зеленский, да, если вы думаете, что останется Порошенко и будет все, как было, то с большей долей вероятности я вам скажу, что так, как было, не будет. Если барыга спрыгнет со срока и, мало того, его еще выберут на другой, совсем другой срок, это будет еще хлеще, понимаете? Вот посмотрите, как голосовал Никополь. И, глядя на представителя Петра Порошенко в Никополе, да, что он вытворяет, вот и так в других городах, почему? Потому что, ну, это в крови барыга просто. Барыга, он поедает, как вирус, он поедает среду собственного существования, понимаете? Он не думает о завтрашнем дне вот этой среды. А это наш город, наша среда, наша страна. А они об этом не думают. Один хочет в ЕС, другой в Киев, короче, понимаете? Что сейчас вот с вот этими дебатами, которые один анонсирует, второй как бы соглашается там и так далее, да, оно все похоже как бы на какое-то шоу. Но смешно это именно Порошенко. Вот послушайте его преступления, его призывы, где он отвечает Зеленскому, да, и такое мерит. Вот возьмите все, знаете, вот зеркально. Он, я никогда не боялся прямых, да ты шо, как это никогда? А в 14-м году с той же июля ты шо не пошел. Понимаешь, там и столько, вот все, что говорит, просмотрите просто под этим углом, все, что говорит, все полное вранье. Или он живет в другом мире, как и наш городской голова. Или там какой-то, ну, что-то не то. Поэтому я призываю всех идти на выборы, понятное дело, не так, как некоторые говорят, что не за кого, есть за кого. Вот возьмите такой формат. Вы знаете, что будет, если будет Петр Алексеевич Порошенко? Будет, такого же не будет, будет еще хуже. Да даже если так же и будет. Вот они подняли это, снизили цену на 17 копеек. Шутка, вообще это посмешище перед выборами. Представьте, что потом будет. Он занимался не страной все время, он занимался своими вопросами. Полностью расплодил коррупцию, полностью. Есть ли надежда у кого-то, что что-то изменится, если он останется? Я думаю, нет. Хорошо. Есть ли надежда, хоть одна доля процента, что что-то изменится в лучшую сторону, если будет Зеленский? Да. Вот. Я считаю так. Ну, поймите правильно, у каждого свое мнение. Я ни в коем случае не навязываю ничего своего. Я просто выражаю свои мысли вслух. То, что думаю, то и говорю. Давайте посмотрим на вопросы. Вопросов, по-моему, нет. Люди просматривают, просматривают, но вопросов нет. Или я их опять как бы не вижу просто. Или все настолько динамично говорю, что никто... Да, еще там вот многие люди звонят перед эфиром в день или за день раньше, спрашивают о позициях моих в городе, да. Я вас прошу просто одно, что, ну, не надо меня к кому-то клеить. Вот, то меня клеили к Журавлеву, да, там... Да, вот у нас здесь какие-то, как бы, общие идеи, да, общие действия, которые идут на благо городу, да. Городу я имею в виду и себя в том числе. Вот, теплая экономическая обстановка, правильный управленец в городе, неправильный вот это раздавать. А именно грамотный, ну, к примеру, так, чтобы можно было сказать, что покров отдыхает. Что нет возможности, есть. Вот. И спрашивают, кто, как, что будет. Ну, позвонили, вот, один из... Один из кандидатов, значит, уже приписался в Никополе. Вот. Сместил с работы с довольно-таки хорошей должностью, отправил на повышение в Днепр человека, а сам занял его место. То есть люди готовятся, да. Другой кандидат ездит, раздает подарки, там, открывает юридическую какую-то помощь и так далее. Тут Киевский, тут Днепропетровский, все родом из Никополя. Ну, я честно скажу, может быть, я изменю свое мнение, если я что-то увижу. Но я не могу вот сейчас говорить о чем-то, я изучаю внимательно все эти движения, да, но говорить о чем-то, кроме того, что мне уже лично надоели Днепропетровский, Киевский. Мне хочется тот человек, который вот просто идет в АТБ, просто встретишь его в парке где-то, или вот так, вот такой, чтобы был у нас городской голова. Может быть, я неправильно мыслен, но мне кажется, вот так должно быть. А вот этих Киевских, Днепропетровских достаточно. Итак, у нас 40 минут эфира. Пожалуйста, 37, 38 минут эфира. Пожалуйста, если у кого есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Если нет, по-моему, я все вроде бы, что хотел. Сказать, сказал. Про следующую сессию. Ну, попробуйте, давайте вы опять попробуйте выносить. На покупку того здания. Я не знаю, к чему вы стремитесь. Вы думаете, что зеленка закончилась в аптеках или что? Итак, вопросов больше нет. На этом будем заканчивать. Всем спасибо. До следующей субботы. Следующую субботу так же само. Если есть свет, есть интернет, будет субъективно с Виктором Артеменко. Всем до свидания. Отлично. Спасибо за субботу.